Божественная комедия, трагедия или детектив? Юридическую фирму, чьи сотрудники считают себя богами, ее же клиенты называют мошенниками. Но по порядку. Нижегородка по делам обращалась в мировой суд Ленинского района и на выходе из здания получила от приставов визитку некой юридической компании. Подумав, что суде плохого не посоветует, она обратилась туда, но в итоге лишилась 50 тысяч рублей и куча нервов. На выходе ей пристав или охранник, не знаю кто, вручил вот такие визитки юридической компании, которая находится на Пескунова. Подошла с вопросом, а есть у вас, ну дабы чтобы не искать, какие-то свои адвокаты при суде. И вот он мне протянул эту визитку, и я как бы ничего такого особо не подумала. Она полностью доверяет, что в суде-то ей не порекомендуют, непонятно кого. Поехала по этому адресу. Вот это вот психологическим давлением, что вот вам себя не жалко, люди, которые причиняют вам то-то, то-то, должны ответить. Вот они как бы на это давят психологически. Пишу ей, а у какого юриста она пишет, да на Пескунова называет адрес. Просто как будто пробило током, потому что этот адрес уже на слуху, эти мошенники постоянно фигурируют во всяких СМИ. Я спрашиваю, какую сумму Наташа ты отдала этим людям? Она говорит, 55-200. Я говорю, за что? Не знаю. Я говорю, собирайся, я сейчас заеду. Задавай, мы поедем к ним. Так как прошел всего лишь час, давайте, пожалуйста, заполним соглашение. Тем более в договоре прописано, что можно в одностороннем порядке договор прекратить. Стали подсовывать бумаги, что это якобы бумаги о расторжении договора, среди которых подсунули акт об оказании юридических услуг, чтобы она его подписала. Вот что? В этот момент я вмешалась. Говорю, подождите, она не будет это подписывать. Вы не оказали никакую юридическую услугу. Периодически врывался какой-то мужчина, который начал разговаривать абсолютно нецензурно по отношению и ко мне, и к моей сестре. И на фразу, когда он сказал, что я сейчас вызову полицию, и они вас выкинут отсюда. Я говорю, хорошо, я сказала такую фразу, да знаете, я сама из полиции, хотя я не из полиции, но на тот момент, ну, видимо, не нашла другого аргумента сказать, что сама из полиции, и только за, чтобы их вызвали сюда. Я говорю, давайте, пожалуйста, вызовем. Началось что-то неимоверное, разбивание этих рамок на стене, а хлопание дверью. Люди, которые сидели в коридоре, стали собираться и уходить. Этот мужчина скрипел зубами надо мной, и начал говорить мне, зашла быстро в кабинет. Я впервые сталкиваюсь с таким отношением к себе. Извращают наши деньги. Пойдемте сначала, разбавляем. Вот это кто-то с ним пришел. С кем? С кем мне разговаривать с человеком, который мне говорит, ты ***, иди отсюда, и еще угрожай ***, да это я вызову полицию. Даля, пойдемте, придем. Я вообще в шоке от такого, от такого. Это кто вообще? Бог. Так говорит. Кто? Ты кто вообще? Бог. Я здесь бог. Что, дальше есть вопросы? Ты что, как со мной разговариваешь? Все, зашли туда. Видимо, он думает, что он действительно похож на Бога. Он сейчас подойдет, он сейчас властным голосом, да еще матом. Все нам скажет. И мы тут же сложим лапки и скажем, блин, действительно, мы не правы. Забирайте наши 55-200, и мы, пожалуй, пойдем отсюда. Никакими юристами там и не помните. Это абсолютно психологическое давление было на мою сестру, они воспользовались ее эмоциональным состоянием на момент прихода к ним. И вот этим постоянным сменой ролевых лиц, которые представлялись то начальниками, то замначальниками, то аффилированными там людьми каких-то государственных учреждений. Хотелось бы понять, почему такие компании у нас спокойно действуют на территории Нижнего Города. Ведь они обещают бесплатную консультацию. Заканчивается все вот тем, что не пользуясь юридической безграмотностью, они это вычисляют очень быстро. Лиц таких, ну, как вот в данный момент оказалась сестра, бабушки и другие люди, и разводят их на такие деньги. В самой фирме самонареченного бога в офисе не оказалось. Зато был его коллега, который уверяет, что все по закону, и такую сумму взяли за высококачественные услуги. Мне нужно расстегнуть договор. Я к вам вчера приходила, но у меня так и не получилось этого сделать. А почему такая сумма огромная в договоре? Это за что вы деньги берете? Это четвертого. Я скажу, может быть? Это четвертого в 20 минут. А кто может пояснить? Если вы еще не успели оказать эти услуги, за что вы взялись деньги? За услуги юридического характера, повторяюсь. Остальное в письменном виде. За юридические услуги это сумма 5000, а другая сумма? Представление интереса в суде и первой и второй инстанции по необходимости. Стандарт. Хорошо. Кто из ваших сотрудников бог и почему он грубо разговаривал с клиентом? Ну, богов здесь нет, а эта реакция была ответом на поведение человека. Неадекватно? Неадекватно. Какую реакцию еще можно было ожидать в трессовой ситуации? И каким образом ваши визитки попадают в госорганы? Мы не сотрудничаем на правах рекламы ни с одной организацией государственного участия. Ни суды, ни прокуратура, ни следственный комитет не занимаются раздачей наших визитов. Мы не получили ее в суде. Тогда узнавайте у конкретного человека, кто вам ее дал, кто он, что он, как у нее эта визитка оказалась и прочие нюансы. Поэтому здесь я ответить не могу. Напомню важный момент. Визитки этой фирмы пострадавшей клиентке дали на выходе из мирового участка Ленинского района. Судебные приставы свою связь с этими специалистами там отрицают. Мне вот дали вот эту визитку, а как выяснилось, что они мошенники. Кто вам дал эту визитку? Говорит, что в пункте его сотрудники дали. Ну я если увижу в суд, у нас среди вас нету. Ну и все так, вот наш штаб весь. Мы ни у кого ничего не принимаем, никому ничего не передаем, все. Я так думаю, что скорее всего у них есть представители от этой фирмы, вот от этой юридической компании. Входят в госорганы и под видом работников раздают вот эти свои визитки, дабы заманивать клиентов к себе. Кстати, деньги девушки так и не вернули. Сказали, что будут рассматривать ее претензию в течение 10 дней. А сама клиентка тем временем уже обратилась в полицию и прокуратуру.